Новости на РТС. Я Полина Назарова. Здравствуйте. О главных событиях этого четверга узнаете из репортажей наших корреспондентов. Смотрите сегодня. Новости на РТС. Я Полина Назарова. Не переживают абаканцы из-за своих гаражей, однако специалисты градостроительства спешат успокоить. Во-первых, собственников обязаны предупредить заранее. Через год в девятом жилом районе Абакана появится новая школа. Старт строительства был дан сегодня. До начала всероссийской переписи населения осталась неделя, как Хакасия готовится к масштабному мероприятию в нашем материале. Программа опроса будет занимать не более 10 минут на одного человека и можно с удовольствием это сделать. Штормовое предупреждение. 8 октября в республике возможно усиление ветра до 20 метров в секунду на дорогах Гололедица. Порывы могут повредить крыши, оборвать линии электропередачи и связи, спровоцировать падение слабо закрепленных конструкций, деревьев. На перевалах и федеральных трассах возможно осложнение обстановки из-за снега. Специалисты призывают к внимательности и осторожности. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В непогоду следует отказаться от отдыха на природе, а также от туристических походов и рыбалки. Прекращайте политикой заниматься, начните уже работать. Такое предложение Валентин Коновалов сделал сегодня мэру Черногорска Василия Белоногову. Что вызвало недовольство главы Хакасии, расскажем. Василий Белоногов сделал странное заявление правительству Хакасии. Суть его такова, из-за поднятия цены на газ его подача в дома Черногорска будет приостановлена в течение недели. И пусть правительство принимает меры во избежание социального взрыва. Вот что ответил глава Хакасии на это обращение в ходе селекторного совещания. Мы эту проблему все знаем. А что администрация-то предпринимает? Я понимаю, поручения есть Минфину, в том числе по деньгам. Но вы пока своими силами-то что-то предпринимаете. Вы пишете социальный взрыв. Понятно, что социальный взрыв, если администрация бездействует. Давайте такими словами уже прекратим играть, что называется, и политикой заниматься, а работать начнем. Между тем, заместитель главы Черногорска Виталий Кутахин рассказал нам по телефону, что проблем с газом никаких нет. И он знать не знает о готовящемся социальном взрыве. Также особых проблем не видят и в муниципальном предприятии БЭД-сервис. Любопытно, что и жители домов в Черногорске, получающих газ, централизованно ни о каком социальном взрыве и не помышляют. Сейчас пока, слава богу, заготовки делали, все пока. Газ утром был, хороший газ. Я не включала. Но я утром включала. А вот этого дома? Да. Половина восьмого включала, нормальный был. Глава Черногорска, видимо, сообразил, что с социальным взрывом перегнул палку и доложил руководству региона, что все оказывается под контролем. На сегодняшний день мы решаем за счет местного бюджета для потребителей, главное, Черногорска. Но так как БЭД-сервис, который снабжает газом 57 домов в Черногорске и 37 в Устебакане, то свои проблемы у Устебакана Егорова пусть решает сама. А здесь мы сейчас заправили машину вчера, сегодня запускаем эти дома. Насчет Устебакана. Сегодня без газа там остался лишь один дом, но голубое топливо вернут в газгольдеры уже к понедельнику. Валентин Коновалов подвел итог. Проблема с газом искусственно раздута. В Черногорску направят дотацию на сбалансированность бюджета. Дело за активностью мэра. По-моему, к Черногорску от республики более чем пристальное внимание. Мы всегда помогаем городу. В городе действительно живут замечательные люди. Катерина Ирушина, Руслан Шалгынов, РТС. И к свежим данным по коронавирусу в Хакасии продолжает расти заболеваемость. За сутки 135 случаев инфицирования. Не справились с недугом 7 пациентов. Самому молодому, скончавшемуся, всего 33 года. Старшему 86 лет. В антилидерах снова города. Абакан, Черногорск и Саиногорск. Лечится амбулаторно почти 2500 больных. В стационарах остается около 1000 жителей Хакасии. 26 больных на аппаратах ИВЛ. А вот победили ковид 234 человека. У жителей 9-го района Абакана праздник. Началось строительство долгожданной школы. Старт строительным работам сегодня торжественно дали глава Хакасии и мэр региональной столицы. Новое учреждение появится благодаря нацпроекту образования. Начало положено. Под ликование баканцев запущено строительство школы в 9-м жилом районе. Это улица Солнечная. Наталья Бобрикова пришла с 8-летней внучкой Катей. Сейчас дорога в школу – настоящее испытание для семьи. Ну, надеемся, что быстро построят ее, чтобы нам можно было поближе ходить. Потому что в 23-м мы ходим. Это на автобусе и потом пешком еще. Это очень далеко. И ребенка одного не отпустишь сильно. А здесь можно, мы рядышком живем. 23-я школа, куда добираются дети, раньше была сельской, малокомплектной. Она переполнена, как и 26-я по соседству. Мы здесь были с Николаем Генриховичем. Так, это была осень 2018 года. Мы здесь были с представителем из Сибирско-федерального округа. Он как раз показывал этот участок и говорил, что здесь в 70-х годах, если не ошибаюсь, планировали построить школу. Ну, вот, наконец, была мечта всех абаканцев, и наша в том числе. Новая школа на 250 мест в смену. По такому проекту уже построены заведения в Целинном и Чапаево. Стоимость вместе с оборудованием – 316 миллионов рублей. Основные средства – федеральные. Треть суммы выделяет абакан, остальное – республиканский бюджет. У нас в республике, надо сказать, уже 10-я школа, которую мы строим. Конечно, всегда приятно начинать строительство. И мы большое внимание сегодня уделяем появлению новых комфортных образовательных учреждений. Конечно, отдельное внимание городу абакану. В столице республики уже 25 тысяч школьников, и с каждым годом их прибавляется примерно на тысячу. Особо остро проблема стоит именно в жилых районах, которые строятся в новых жилых районах. Такой, как 9-й жилой район, 10-й жилой район. Как жилой район Арбан, нам тоже школа нужна, но только другая. Генподрядчик МЖФ сдать школу должны к 1 ноября следующего года. В истории нашей организации это уже третья школа строится в Абакане. И школа небольшая по сравнению с предыдущими объектами, поэтому вполне она по плечу, мы ее построим. Здесь же рядом позже построят и детский сад. Территория позволяет. В нашу редакцию обратились жители Абакана с вопросом, когда старые бараки в самом центре города пойдут под снос. Речь идет об улице Ленина, там доживают свой век дома, которые являются ровесниками самого города. Новенькие многоэтажки в столице Хакасии растут, как грибы после дождя. Нарастает и напряжение. Земли для жил застройки с каждым кирпичом остается все меньше. Решение есть в бараки снести и возвести на их месте современные дома. В Абакане под снос пойдут постройки 30-х годов. В ее границы войдут предположительно три дома по улице Ленина многоквартирных, это 37, 35, 33. Также предполагается включить в границы этой территории нежилое здание по проспекту Ленина 31. Последний свободный район активной застройки Арбан. Чтобы не допустить падения темпов строительства, властям нужно проработать вопрос с площадками. Комплексное развитие территории сотрет с карты города бараки, которым почти 100 лет. Речь о районе в границах Ленина, Тараса Шевченко, маршала Жукова, Советская. По соседству с ветхими домами есть и другая собственность горожан. Переживают абаканцы за свои гаражи, однако специалисты градостроительства спешат успокоить. Во-первых, собственников обязаны предупредить заранее. Во-вторых, процедура сноса ветхого жилья из-за стройки отнюдь не быстрая. От трех до семи лет. Решение о сносе домов будут принимать сами жильцы на общем собрании. Время на раздумье – два месяца с момента оформления всех документов. Затем город проведет торги, выберет застройщика. Он выкупит квартиры в бараках, либо предложит жилплощадь в строящемся доме. По такой же схеме уже активно застраивается улица Вокзальная. Полина Назарова, Антон Михайлов, РТС. Гидравлический режим на теплосетях и в домах Черногорска, в частности на концовых участках, будет отлажен к 15 октября. К этому времени тепловики полностью переключат многоэтажки, получающие отопление с котельной Южная на Абаканскую ТЭЦ. Таким образом, постоянные сбои с отоплением и горячим водоснабжением в одной из частей Черногорска исчезнут. С начала перехода на Абаканскую ТЭЦ в городе Угольщиков поступило около сотни жалоб от населения. На сегодняшний день остались единичные случаи. Вместе с тем, уже со следующей недели начнется переключение и центральной котельной. Считанные дни остались до всероссийской переписи населения. Впервые ее проведут сразу несколькими способами, в том числе с помощью цифровых технологий. Всероссийская перепись населения начинается с 15 октября. Самый удобный способ через госуслуги. Достаточно зайти на сайт, ответить на вопросы, можно даже сделать это за своих родственников. А с 18 октября по домам пойдут переписчики. Они обязательно посетят каждое домашнее хозяйство. Если граждане уже успели за эти три дня себя переписать и своих членов семьи, то они лишь для того посетят их, чтобы граждане показали QR-коды, подтверждающие участие их в переписи. Не забудут про самые дальние деревни и хутора. На вопросы предложат ответить даже Агафья Лыкова и с помощью сотрудников заповедника Хакаски. Постараются максимально охватить людей без определенного места жительства. Работники соцучреждений и больниц, в том числе ковидных, помогут поучаствовать людям, которые не могут передвигаться. Ну а кто не успел переписаться, могут воспользоваться услугами нашего переписчика. Он у нас будет с планшетным компьютером ходить. Программа опроса будет занимать не более 10 минут на одного человека. И можно с удовольствием это сделать. Вопросов около 30, полвозраст, национальность, жилищные условия. Точные данные требовать не будут. Главное понять реальную ситуацию в стране. Это поможет в том числе правильно просчитать помощь регионам, программы соцподдержки. С 18 октября по Хакасии откроются переписные участки с 8 утра до 8 вечера. Причем зайти можно будет на любой, независимо от прописки. И паспорт с собой не нужен. Можно и в МФЦ. Успеют все, перепись продлится месяц. В декабре подведут первые итоги. Сегодня в ХГУ имени Катанова открылась научно-практическая конференция, посвященная десятилетию создания в Хакасии аппаратов уполномоченных по правам человека и ребенка. Слово Марии Мишниной. Около двух недель назад в Черногорске пропал 13-летний ребенок. Два дня родственники, полиция, волонтеры прочесывали город. Позже подростка нашли в гараже семьи. Он надышался газа и погиб. Неделю назад появилось сообщение, что пытались похитить 12-летнюю школьницу. Был даже составлен фоторобот предполагаемого преступника. На самом деле девочка просто выдумала эту историю из-за плохих отметок в школе. Почему так происходит, из-за чего страдают дети и взрослые? Ответы на эти вопросы искали сегодня в рамках научно-практической конференции. Ее тема – защита прав человека, теория и региональная практика. В основе лежит воспитание. И насколько мы сможем ребенку показать и доказать то, что в жизни надо жить по закону и по совести, настолько проще ему будет действовать. И тогда не будет вот тех происшествий, о которых вы с такой болью сейчас меня спросили. Одна из основных проблем низкой правовой культуры – всемирная паутина. Сейчас она очень популярна, но вместо того, чтобы давать знания, некоторые интернет-ресурсы способны навредить. Ведь многие принимают за чистую монету именно фейковую информацию. Это порождает какие-то домыслы, неправильное понимание. Вот в начале года можно было наблюдать несанкционированные митинги. Я считаю, что это тоже обусловлено просто неправильным пониманием, когда через какие-то мессенджеры проталкиваются совсем непонятные идеи, откровенно говоря, экстремистского характера. Конечно, это неправильно, и с этим нужно бороться. Эти и другие вопросы защиты прав человека обсудили сегодня на Всероссийской конференции. На встречу в ХГУ приехали омбудсмены из других субъектов страны. Кстати, конференция посвящена десятилетию создания институтов, уполномоченных по правам человека и правам ребёнка в Хакасии. Состоялась и церемония награждения. Заслуженные награды получили те, кто ежедневно заботится о чужих судьбах. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС. Известные тахпахчиха Акасии приглашают любителей национальной музыки на свой концерт. Концерт состоится 9 октября в Малом зале Центра культуры и народного творчества имени Кадышева. На сцене Мария Кызласова, Людмила Ачетаева, Наталья Бурнакова и другие мастера игры на традиционном инструменте. А также фольклорные студии. После пройдёт круглый стол, где обсудят вопросы о возрождении тахпаха и популяризации его среди молодёжи. Ход свободный, начало в 14 часов. В Абакане с сольным концертом выступит этнический певец Руслан Ивакин, известный также под творческим псевдонимом Гуру Де. Программа выступления включает в себя уже полюбившиеся хиты исполнителя. Например, «Дорога домой», «Сундуки», «Колыбельное ветро», «Счастье матери» и другие. Прозвучат также премьеры песен с Гуру Де, приедут московские артисты. Два концерта певца пройдут в Драматическом театре имени Топанова 8 и 9 октября. Кроме того, состоится музыкальная премьера сказки «Тайна белого июса». Произведение написал сам Руслан в подарок своей малой родине. Это история о петроглифе «Белая лошадь» на сундуках. В столице Хакасии прием ведут томские хирурги и флебологи на постоянной основе. Спонсор прогноза погоды – клиника лазерного лечения варикоза «Лазер Мед Плюс». Оставайтесь с нами.